здравствуйте сейчас модно покупать натуральные продукты люди в погоне за ними готовы переплачивать деньги зная что качественные продукты избавляют их от трат на те же самые лекарства в перспективе к тому же позиция государства на импортозамещение заставляет и чиновников больше внимания уделять закупки местных продуктов в официальных сводках отчетов у нас постоянно мелькают цифры сколько местных продуктов куплено бюджетной сферой сколько опять же местных продуктов выложено на полки наших магазинов но вот мало кто задумывается откуда берутся эти цифры откуда чиновники знают что какой-то продукт местная какой-то нет на самом деле несмотря на вот эти все бодрые рапорты рапорты руководителей всех мастей фермер как не мог так и не может значит продать свою продукцию в так называемых фермерских магазинов которые сейчас стали появляться фермерского ничего как не было практически так и нет в госзакупках под грифом местная чаще всего продается тот же самый ширпотреб производства всего мира только реализуется он нашими местными перекупщиками различными оошками и пешками почему так происходит все просто чтобы попасть на полку фермерский продукт должен получить массу разных справок сертификатов средняя стоимость каждой такой бумажки в районе 10 тысяч их надо несколько на каждую партию а партия это одна поставка то есть привез партия все те же справки конечно же получают и крупные импортные производители но они получают такую же справку на десятки тысяч тонн вот их такие партии у них там эшелонами они идут да и себестоимость вот крупных промышленных агрохолдингах выращенных на гмо и ускорителях роста и прочей разной химии гораздо ниже чем качественный местный продукт который выращен на натуральных кормах но даже в этих условиях наши местные фермеры могли бы составить конкуренцию а что для этого нужно в первую очередь это перестать слушать чиновников пора начать выполнять пожелания самих крестьян ведь они давно уже все что нужно сказали только слушать их они больно хотят если делать по уму надо ломать годами создававшуюся систему кормления и откатов закупчиков продовольствия вот поэтому по словам одной из чиновниц руководящей школами и детсадами как это в газетах писали она ко сми ложится лишь бы не допустить оптовых муниципальных закупок у наших сельхозтоваропроизводителей при этом город теряет деньги крестьяне не получают заказов экономика не развивается но можно же изучить опыт сиродвинского комбината школьного питания который уже много лет работает и все проблемы там решены во вторых нужно до закупок доступ допускать только сельхоз товаропроизводителей они всяких перекупщиков и вести такие требования но ничего сложного в третьих нужно выделять производителям помещения для торговли производителям в том числе договариваться с владельцами крупных магазинов которые у нас сейчас появились пока что такой работы власть не ведет вообще фермера отправляют на рынок а на рынке нету покупателя он ушел в крупные торговые центры сегодня для фермеров нет вопроса как произвести качественный товар сегодня главная проблема как реализовать продукцию будет власть помощником в этом накормим области страну пока ждем с вами был михаил силантеф